В большинстве таких случаев спасти человека уже невозможно. Накануне главной темой для переживания на Евро 2020 стала отмютни игра сборной России с Бельгией. Весь мир молился за здоровье Кристиана Эриксена. Полузащитник сборной Дании потерял сознание на поле во время первого тайма матча с Финляндией. Встреча была прервана, а футболисты Дании помогли унести Эриксена из поля. Позже стало известно, что состояние Кристиана стабилизировалось. И болельщики на стадионе стали скандировать фамилию полузащитника Дачан. Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, который передал привет партнерам по команде. Его состояние остается стабильным, но он все еще находится в больнице для дальнейшего обследования. Игроки и персонал национальной сборной получили психологическую помощь и будут продолжать бороться на турнире плечом к плечу после вчерашнего инцидента. Мы благодарим всех за слова поддержки Кристиану Эриксену, фанатов, игроков, королевской семьи Дании и Англии, представителей международных ассоциаций, клубов и остальных. Мы призываем всех присылать свои пожелания, адресованные Датской футбольной ассоциацией, которые будут переданы лично Кристиану и его семье. Эриксен был мертв, признался врач сборной Дании Мортин Бессин. У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его. Это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить. Чемпионат связался с бывшим врачом московского Спартака Михаилом Вартопетовым. Он много лет проработал не только в футбольной команде, но и в составе реанимационной бригады скорой помощи. Начнем с того, что, по мировой статистике, к сожалению, подобное происходит не так уж редко. Наиболее резонансные случаи, которые возникают на турнирах такого уровня, привлекают внимание. Людям кажется, что это участилось. К сожалению, в большинстве случаев смерть из клинической переходит в биологическую, когда спасти человека уже невозможно. Говоря про случай Эриксена, стоит отметить, что великолепно сработала вся медицинская бригада, начиная с врача команды и заканчивая медицинской службой стадиона. Они сделали все абсолютно правильно. Для этого и существуют определенные требования у ЕФА – минимальное медицинское оснащение, наличие врача-реаниматолога у кромки поля. Все требования, как мы видим, были выполнены. Датчане все сделали квалифицированно и грамотно. Это я говорю даже не как спортивный врач, а как человек, много лет проработавший в составе реанимационной бригады скорой помощи. Не хотелось бы гадать на кофейной гуще, нет всей медицинской документации перед глазами. Если доктор команды утверждает, что это была остановка сердца, даже использовался дефибриллятор, тогда мы однозначно говорим, что Эриксен перенес клиническую смерть. Судя по всем отчетам, реанимация заняла не более 10-15 минут. В это время проводилась искусственная вентиляция легких. На одной из фотографий я видел мешок АМБУ – устройство для искусственной вентиляции легких, в руках у спасателей. Скорее всего, была проведена интубация или вентиляция проводилась через маску. Это не столь важно. Наверняка проводился закрытый массаж сердца. Причины могут быть разные, начиная от скрытой инфекции и заканчивая дилатационной кардиомиопатией, нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности. Примечание чемпионата, которое в большинстве случаев приводит к необратимым изменениям. Видимо, в этом случае мы имеем дело с остановкой сердца, пока еще непонятного происхождения. Для реаниматолога после успешно проведенной реанимации всегда встает вопрос, насколько пострадал мозг. Если мозг находился в состоянии длительной гипоксии, например, более пяти минут, то тогда может развиться постреанимационный синдром, когда часть клеток головного мозга претерпела необратимые изменения. Если в данном случае реанимация была очень быстрой, эффективной и успешной, то, надеюсь, ничего подобного не произошло и Эриксен сможет вернуться в профессиональный футбол. О времени возвращения сказать сложно, от нескольких дней до нескольких месяцев. Все будет зависеть от результатов дальнейшего обследования. Только после него врачи могут дать допуск или ограничить в физических нагрузках. Вопрос организационной логистики. Его и не должно быть на поле, потому что немедленно была начата реанимация. Судя по всему, она проводилась квалифицированно и в полном объеме. Прерывать ее ради того, чтобы переложить на носилки и в машину скорой, значит, нарушить цикл реанимационных мероприятий. После того, как Эриксен пришел в сознание, у него появилось кровообращение и самостоятельное дыхание, тогда и встает вопрос о транспортировке. Но опять же выезжать для этого машине скорой помощи не обязательно, потому что есть носилки, помощники, которые могут переместить пострадавшего в определенную точку. У меня нет никаких сомнений, что на стадионе все было организовано правильно, машины наверняка имелись в наличии. Просто не было необходимости, это было бы потерей времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok